В выходные в Даугавпилсе прошли два матча Латвийской высшей лиги по хоккею с участием Даугавпилсе и Земгала. И вновь нашу команду ждали поражения с разгромным счетом. В первый день гости выиграли 11-0. Счет был открыт на седьмой минуте. Бреж в воротах Дениса Куреласа нашел игрок Земгала Виктор Есионис. После этого в первые 20-ти минутки гости смогли еще трижды зажечь красный свет за воротами Даугавпилского голкипера. Во втором и третьем периодах преимущество также было на стороне Земгала. В воскресенье первыми счет открыли игроки Даугавпилса Дмитрий Фуников смог забросить шайбу в ворота Рейниса Репшса. Но, как оказалось, это была первая и последняя шайба, заброшенная местными хоккеистами. В ответ они получили 11. По дубле в этой игре оформили нападающие гостей Микс Комулс и Марис Миз. Согласно данным турнирной таблицы, лидером Латвийской высшей лиги по хоккею является Курбатс. На втором месте расположилась команда Земгала, а на третьем Рига Призма. Далее следует Динамо Юниорс, Озол Мэки Монарх, а Даугавпилс замыкает турнирную таблицу. В копилке нашей команды по-прежнему только три очка. Следующую игру местные хоккеисты проведут 1 февраля с Озол Мэки Монарх на выезде. А увидеть домашний матч Даугавпилса и Динамо Юниорс, даугавпилчане смогут 19 февраля. Начало в 19 часов. В течение двух дней 24 и 25 января в боксерском зале на улице Пушкина проходило открытое первенство детско-юношеской спортшколы по боксу. Соревнования проводились по четырем возрастным группам – кадеты, юниоры, юноши и взрослые. В первенстве приняли участие более 140 спортсменов из Эстонии, Литвы и Латвии. Сборные гостей привезли свой сильнейший состав боксеров, которые создали хорошую конкуренцию нашим спортсменам в борьбе за золотые медали. Финальные бои были очень напряженными. В итоге местные боксеры смогли занять 9 первых мест. Золотые медали достались Артуру Байнаровичу, Никите Зуеву, Виктору Потапову, Валерию Иванову, Арнольду Зайцеву, Эдгару Корженевскому, Эволду Тейкманису, Эвандеру Сервату и Дмитрию Захарову. Специальным призом за лучшую технику был награжден Эдгар Корженевский. По окончании соревнований на тренерском собрании Латвийской Федерации бокса единогласно было решено провести чемпионат Латвии среди взрослых в нашем городе с 7 по 9 марта. Кроме того, обсуждался план подготовки сборной Латвии к чемпионату мира в Болгарии. Старшим тренером и ответственным за команду среди юниоров назначен Владислав Соколов, который будет заниматься и подготовкой сборной. В состав латвийской команды вошел наш воспитанник Эван Дер Сервут. В эти выходные завершились пятый и шестой туры первенства города по футзалу. В первый день команда детского футбольного центра Даугова проиграла Красловой с разгромным счетом 10-0. Дауру праздновал победу над ЛРЦ 4-0. Игроки ЛДЗ Карбо переиграли своих соперников из Уилкста 4-1, а Нортекс одержал победу над ЛДЗ Терминал 7-4. На следующий день в шестом туре свою первую победу в первенстве города этого сезона праздновала команда ЛРЦ, которая в упорной борьбе смогла переиграть с ДФЦ Даугова со счетом 3-2. Что касается Нортекса, то на сей раз он уступил своему сопернику из Красловой 5-3. Карго переиграл терминал 9-4, а команду из Уилкста ждал упражения Дауру 4-3. По данным турнированной таблицы первое и второе места делят Краслова и ЛДЗ Карго. На третьей ступени расположился Нортекс, далее следуют Дауэр, ЛДЗ Терминал, Илукста, ЛРЦ и замыкают турнирную таблицу ДФЦ Даугова. Лучшими бомбардирами чемпионата являются Павел Рыжевский и Владимир Жаворонков, на счету которых после шести туров по 15 забитых голов. Следующие игры пройдут в Олимпийском центре 2 февраля.